Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Бога в Духновенной Псалтире. И сегодня мы будем читать 98-й Псалом, о котором в толковой православной Библии сказано «Неизвестный писатель Псалма старается возбудить в народе благоговение перед Иеговой и преданность ему указанием как на его величие и правосудие, так и на его милостивое отношение к людям». «Господь, восседающий на Херувимах, есть царь над всем миром и всеми народами. Почему все люди и должны восхвалять Его? Он правосуден, и делами Его справедливости полна история жизни Иакова». На это указывает 4-й и 5-й стих. «Господь внимал избранникам Своим, покровительствовал всему народу, прощал Его, но и наказывал, когда последний возбуждал Его гнев». Об этом свидетельствует 6-й и 9-й стих. К сожалению, синодальный перевод и толковая православная Библия, они и в комментариях, и в тексте чаще следуют именно за еврейской массурой, только за еврейской массурой. Но мы с вами этого не делаем. Мы пользуемся и еврейской массурой, и, прежде всего, греческой септуагинтой в переводе Юнгерова и церковно-славянской псалтирию. Это более такой церковный подход. То есть мы не осуществляем как бы сращивание этих текстов, то, что мы видим в синодальном переводе, а мы именно смотрим, как из каких текстов складывается, собственно говоря, синодальный перевод, чтобы нам понятнее было бы по отдельности, как в древности читался псалом, как он читается в понимании гибраистики современной и в традиции церковно-славянского языка. Итак, псалом 98-й все-таки имеет надписание Псалом Давида. Это надписание существует в септуагинте, и оно же существует в церковно-славянской псалтире, Псалом Давиду. И далее говорится, первый стих и ниже, Псалом небольшой, всего девять стихов. «Господь воцарился, да трепещут народы, сидящий на херувимах, воцарился, да подвигнется земля». Вот эти слова «Господь воцарился, да трепещут народы». По-славянски это звучит. «Господь воцарился, да гневаются люди». То есть здесь имеется в виду, конечно, трепещут. Этот глагол у 70, то есть по тексту септуагинта, означает страх и трепет, а не гнев. Это значение здесь уместно и соответствует еврейскому тексту. Здесь получается по массоре «Господь воцарился, да трепещут народы». «На херувим восседает, земля колеблется». «Господь воцарился, да трепещут народы, то есть не гневаются, как это выглядит по-славянски, может быть, это описка, а именно трепещут, потому что мы знаем, что даже бесы веруют и трепещут перед Богом. Как же люди могут гневаться по отношению к Богу? По крайней мере, Псалтырь к этому не может призывать. «Господь воцарился, да трепещут народы, сидящий на херувимах, воцарился, да подвигнется земля». Сидящий на херувимах, херувимы — это «керу», «вим» по-еврейски, это простые божественные духи, ангелы, на которых восседает Господь. Их простота наподобие простоты младенцев, и они изображаются, херувимы изображаются в соответствии с библейской традицией, именно младенцами. А почему в соответствии с библейской традицией? Потому что на арамейском языке «круфья» — это происхождение слова «крувы», херувимы. «Круфья» переводится как «дети». Такое объяснение дает и известный еврейский экзогет Раша, что «круфья», то есть херувимы — это младенцы. И в христианской традиции их всегда такими и изображают. Ну, может быть, за исключением псевдо-христианского движения «Свидетели Иеговы», где там херувимов изображают бородатыми такими мужчинами, но это не библейская традиция. А почему херувимы называются как «дети», «круфья» — это свидетельство о простоте их природы. Простота природы — это открытость этой природы перед Богом, перед Создателем. Там нет никакой многосложности природы. Как природа Бога, она абсолютно проста, как души младенцев, они просты и не лукавы, не составлены из чего-то, а именно простота. А так и прославляющие Бога должны стремиться к такому же состоянию простого восторга, радостного детского, младенческого рикования о Создателе. «Сидящий на херувимах воцарился, да подвигнется земля». То есть земля приходит в движение от этой простоты божественной. «Господь на Сионе велик и высок он над всеми народами». В этом смысле гора Сион, хотя это не очень большая гора, можно сказать, совсем небольшая, Сион выглядит как некая гора в окружении гор, как народ Божий. Он высоко превознесен над всеми другими народами. «Господь на Сионе велик, то есть велик в собрании верующих, и высок он над всеми народами, то есть бесконечно превознесен над другими народами». В каком смысле? В том смысле, что все представления, которые существуют о Боге в других народах, они слишком заземленные, они слишком оторваны от высоты божественной реальности. И далее мы читаем. «Да исповедуют имя твое великое, ибо оно страшно и свято». То есть пусть не только обитающие на Сионе, но и все народы начнут исповедовать имя Божие, великое, великое, ибо оно страшно и свято. Что значит страшно? В том смысле, что оно вызывает трепет. Перед величием божества человеческая душа приходит в состояние трепета. Ну, например, если кто-то вспоминает, как он впервые увидел море в своей жизни, я имею в виду людей, которые жили там, где моря нет, а потом однажды увидели море, вот такой трепет заблудевает душой человека. Я был мальчиком, мне было лет 9-10, меня мама привезла в Сочи, и когда я впервые увидел море, это все равно, что я обнаружил небо на земле. И это было очень такое потрясение для меня. Так и величие Божие, оно страшно и свято. И честь царя суд любит. Вот, читаем мы далее. Феодорит и Зигабен пишут, то есть, досточестным делает царя любовь к правде. Вот такой комментарий предлагают Феодорит, Кирский и Зигабен. И честь царя суд любит. Прежде всего, царя небесного, потому что царь земной, он может иметь какие-то другие мотивации, и в целом тональность отношения к земным правителям, она не очень торжественно возвышенная в Библии. Напротив, сказано, не надеть на князь человеческого, ибо в них нет спасения. И честь царя суд любит. Ты уготовал правоту, суд и правду в Иакове ты совершил. Каким образом Господь уготовал правоту, суд и правду в Иакове? Иаков – это патриарх еврейского народа, это начальник двенадцати колен, который действительно был человеком, который воплотил в своей жизни одну из величайших теологических добродетелей. Есть три теологических добродетелей. Каждый из патриархов, он в своей жизни как бы раскрыл одну из этих теологических добродетелей. Так, например, Авраам раскрывает в своей жизни теологическую добродетель веру. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Читаем Писание. Исаак, он воплотил в своей жизни теологическую добродетель, надежду, в полноте проявлял надежду и упование на Создателя. А вот Иаков, такой любвеобильный, такой плодотворный, он как раз реализовал теологическую добродетель, любовь в полном таком значении. Он был влюбчивый человек, он любил своих жен, он любил своих детей. Мы видим его влюбленность, например, в Рахиль. Это была совершенно романтическая история. Вместо Рахиля ему подсунули Илью. Потом его влюбленность была у него такая, в его сына Иосифа, который он выделял из всех детей, одевал его в разноцветные одежды. А потом, когда Иосифа не стало, его душа прилепилась к Вениамину, к его другому сыну. Это был очень такой влюбчивый человек. Поэтому, когда мы читаем «Ты уготовал правоту, суд и правду в Иакове», «Ты совершил», то есть все это, правоту, суд и правду, имеется в любви, что в любви именно, которую проявлял Иаков, Господь уготовал правоту, суд и правду. А Иаков – это символ любви в таком самом широком понимании этого слова. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо оно свято». В православных богослужениях, богослужебных песнопениях прилагается этот стих к подножию креста Христова и поклонения Ему. Поэтому мы эти слова и поклоняйтесь подножию ног Его, то есть Христа, который был распят на кресте, а подножие Его ног – это основание креста. Мы именно так и будем понимать значение пятого стиха. Далее, шестой стих. «Моисей и Арон во священниках Его и Самуил, призывающих имя Его, они призывали Господа, и он слушал их». Почему здесь даются имена только вот этих трех священнослужителей? Ну, собственно говоря, Моисей был больше пророком, хотя Моисей тоже он священно действовал. Он поставлял Ароны, его сыновей, как именно пересвященник, хотя пересвященником был Арон. Самуил. Моисей, Арон, Самуил. А Моисей отличается тем, что он называется в Писании кратчайшим из всех людей. То есть, без кротости не может быть нормального священнического служения. Арон — это пример абсолютного послушания. Арон совершенно не самостоятельен. Это как тень Моисея. Моисей считал себя косноязычным, а Арон при нем был как переводчик, как переводчик, как пророк при Боге, так вот соотношение между Моисеем и Аароном. Это Библия предлагает такое соотношение, его трудно понять, но как пророк не говорит без воли Бога, так и Арон ничего не говорил, ничего не делал без воли Моисея. А вот Самуил — это очень деятельный пастырь, изучая первую книгу царей, мы видим деятельность этого пастыря, который совмещает и смирение, и созерцательную, и деятельную позицию в своей жизни. Поэтому, может быть, только вот эти трое, они ставятся нам в пример, и сказано, они призывали Господа, и он слушал их, вот совершенно неожиданное такое решение, оказывается, Бог слушал их, казалось бы, они должны слушаться Бога, но Бог слушал их, то есть Бог прислушивался к их молитвам, прежде всего. В столпе облачном говорил он нам, то есть обращался ко всем, уже не так индивидуально, как Моисею, Корону, Самуилу, в столпе облачном говорил он нам, но Генгеров предлагает решение, в столпе облачном говорил он им, и, в общем-то, оно, такое решение, оно соответствует и Масори, мы сейчас посмотрим с вами, в столпе облачном изрекал он к ним то же самое, но в действительности только Моисей и Аарон были под столпом облачным, Самуил не был под столпом облачным, хотя подобно Моисею Самуил совершал общественное служение, то есть действовал как царь посреди своего народа, как Моисей был пророком, царем и правителем, так и Самуил был царем, пророком и правителем. Но согласимся с Юнгеровым, в столпе облачном говорил он им, то есть прежде всего Моисею Аарону, ибо хранили заповеди его и повеления его, которые он дал им. Хотя столп облачный как бы над всем народом, оказывается распознать знамения такого коллективного введения могли все равно только избранники. Как мы имеем с вами, например, Библию, все могут ее читать, но понимают Библию только отцы. И мы вместе с святыми отцами всегда смотрим, а как они истолковывают тот или иной текст, чтобы их понимание нам поставить для себя во главу угла. И далее мы читаем окончание этого псалма, 8-9 стих. Господи Божий наш, ты слушал их, Боже, ты милостив был к ним и воздавал за все дела их. Буквально являл справедливость, по-славянски отомощая, воздавая наказание восхищающим власть Моисея, Аарона и Самуила, это истолкование Феодорита. О чем это? Ты милостив был к ним, то есть к Моисею, Аарону и Самуилу, и воздавал за все дела их, по Феодориту получается, что Господь воздавал тем, которые пытались оспорить власть Моисея и Аарона власть Самуила. Но это можно истолковать, как Господь воздавал самим Моисею, Аарону и Самуилу за их благие дела. И спрашивал с них, кстати, всегда значительно строже, чем с обычных людей. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на горе Святой Его, ибо свят Господь Бог наш». Как в самом начале во втором стихе говорится о Сионе, так и девятый стих возвращает нас к этой Святой горе, к Сиону, к этому дому Давида, где была крепость Давида. И давайте посмотрим, как этот стих звучит именно с еврейского. «Превозносите Господа Бога нашего и простритесь, имеется в виду, в поклоне горе Святыни Его, ибо свят Господь наш Бог». Ну, в целом, как бы, совпадают эти два текста, и в окончании прочитаем, как это звучит по-церковно-славянски. «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш». Воистину свят. «Возносите Господа» «Возносите Господа» «Возносите Господа»